Ребята, всем привет! Давайте сегодня с вами обсудим книги. Сегодня же я покажу вам новинки, две, которые мне пришли по сотрудничеству с авторами, потому что наш с вами прямой эфир пока накрывается медным тазом. Дочь моя до сих пор дома, нам не дали справку для того, чтобы ходить в садик, поэтому вести час прямого эфира с ребенком в доме, это технически невозможно, это будет кошмар. Поэтому давайте я сегодня, наверное, вам быстренько покажу, а на прямом эфире мы, естественно, с вами отложим, его отложим до обзора новинок, большого закупа, который у меня произошел после книжной распродажи. Ну, давайте начнем, не будем долго отходить. Я вчера с вами поделилась эмоциями по поводу книги Глеба Лютаева «Почти не преступление на наказание», «Хоррор», «Идеал», высочайшая оценка в моем блоге, потому что настолько он жуткий. И я хочу сказать, что людям со слабой психикой однозначно не советую знакомиться с книгой, потому что для вас это будет шок. За счет чего у меня вот такие эмоции еще произошли? Потому что здесь нестандартная для прозы, которую я привыкла читать, концовка. То есть ты ожидаешь, ну, даже у Кинга «Сияние», которое я читала, все равно в какой-то мере там хэппи-энд. Здесь хэппи-энда, заранее я вам говорю, его здесь нет, и будьте к этому готовы. Здесь, помимо того, что база строится на большом горе в семье, в том проявлении, что жена здесь больна онкологией, она на смертном андре, считай. И муж всеми способами, ну, твой самый близкий человек умирает на твоих глазах, и он ищет способы для того, чтобы предотвратить это. Порой тот способ, который он нашел, то есть он нестандартный, он с применением темных сил. Это хоррор, я сразу утверждаю. А хоррор – это такие сюжетные повороты, которые с логической точки зрения в нашем материальном мире сложно объяснимы. Ну, то есть вернуть мертвого человека к жизни, и как мне сегодня писали, там, идея взятая не из кладбища домашних животных, я тоже так думала. Пока сюжет не пошел так, что не все так очевидно, не все здесь так очевидно. Здесь не все завязано на кладбище, и вообще мало что завязано на самом деле на кладбище. Ну, конечно, вот ты читаешь, и ты надеешься, блин, ну, чтобы там у какого-то хотя бы персонажа было все хорошо. Ну, страшно, страшно описано, и за счет этого, за счет того, что здесь не классическая, во многих книгах классическая Москва, да, обычно. Москва, Подмосковье, здесь Пенза, Пенза, близлежащие деревеньки, которые мне, в принципе, близки. Я сама с Керсанова, и как бы вот эти глухомани деревни, они мне понятны, как они вообще выглядят. И главный герой максимально адекватный, то есть у него, как я вам говорила, собаки, животные сразу чувствуют что-то не то, как и дети. И здесь это точно так же подтверждено. И вроде главный герой, он с холодной головой на это все смотрел, ну, и как бы и верил, там, все нормально, их семья там воссоединилась. Но все равно вот на протяжении всей истории ты чувствуешь вот это вот зерно, что он все-таки он максимально адекватный был в восприятии новой реальности, которая в их семье произошла. Потому что он все равно боялся своего ребенка, и до конца он жене своей не доверял, жене своей не доверял. В общем, то, что произошло к концу, очень страшно. И за счет этого вот этот максимальный эффект, ты запомнишь историю, я вас уверяю, вы запомните эту историю на всю жизнь. На всю жизнь я вам вот просто отвечаю. Она очень жестокая, страшная. И, конечно, по итогу ты вот эти все темы поднимаешь в своей голове. Темы эмпатии, темы вообще нормально ли вмешиваться в естественный ход жизни и менять что-то там. То, что предначертано, изменив это, ты будешь всеми силами стараться вернуться в изначальную точку, но это уже у тебя не получится сделать. В общем, как хоррор, это пушка, просто пушка. Хотелось бы, конечно, видеть эту книгу в твердой обложке, изданную в каком-нибудь крупном издательстве. Но я думаю, автор все-таки не бросит свои начинания в продвижении, хотя он мне сказал, что да, и это так и есть. Книга издана была в 2021 году, просто потом было не до раскрутки. Ну, потому что, как я вам и говорила, все время раскрутки независимых авторов ложится на их плечи, даже если их напечатали через издательство. В общем, надеюсь, что вы прочтете, кто любит такое, и скажете мне потом за это 100%. Скажете 100% спасибо, но я вас предупредила 150 раз. Это очень жестокая история. Не для слабонервных. Тут мало того, нужно сначала пережить боль главного героя, который прощается со своей женой, которая на последнем издыхании проходит весь этот путь. От счастливого, в самый счастливый момент в их жизни до самого ужасного, его поступка, что он совершил. И вообще, дальше история уходит как будто другая книга, потому что там, ну, в общем, девчата, ребята, если вы боитесь читать подобное, лучше не читайте. Но если вы прочтете и решитесь на это, как и я, вы запомните навсегда, потому что я ее запомню навсегда. Она вот просто мне, просто в кости куда-то на генном уровне прошла, пробила меня, и я буду помнить об этом. Вот эти локации все, эстетику я вам найду прям точь в точь, точь в точь, какую я представляла. Будет пушка. Надеюсь, сегодня я отзыв напишу, постараюсь, да. Что я читаю далее, точнее продолжаю читать. Уже, наверное, вторую неделю, вторая неделя пойдет. Я прочла 380 страниц Империи вампиров. Я ее не тороплюсь, потому что у меня, естественно, в параллель идут книги по сотрудничеству, которые я вам сейчас дальше вас познакомлю. Но и здесь тоже, блин, целая жизнь прожита уже с героем, с Габриэлем, который был, ну, боролся с нечистью. И сам он часть, состоящая из нечисти, его отец вампир, его мать смертная. А вампиры здесь, ну, не те из сумерок, которые смазлили. Мама, я хочу здесь в опице меньше должно быть. Что? Ты что сделала с планшетом? Ты что натворила? Ты пластилин налепила, Элин? Да. Ну, сломайте у тебя планшет, и все, и не будет больше, дочка. Блин, фокус. Да, я не волнуюсь, Элин. Очень круто. Я не волнуюсь, дочка, но это как бы вот такой планшет рисовать, а ты сюда пластилин налепила. Держи. А если он сломается, детка, блин, ну, где фокус? Если он сломается, детка, что делать тогда? Элин. Почему? Фокус, куда ты делаешь? Что тогда делать с планшетом? Выбросим? Фокус, фокус. Ну, в общем, вот так, продолжаем с ребенком вообще работать, это очень сложно. Продолжаем. Значит, вампиры здесь нежить, та, которую стоит стереть с лица земли. Вообще, я все это структурирую в отзыве, потому что рассказывать об империи и вампиров можно, но я могу сутками рассказывать о ней. О том, какой главный герой. Как он сейчас дает интервью. Я считаю, интервью с вампиром, это четко вот такое определение, потому что он дает интервью нежити. Вампиру, которому пока еще даже неизвестно, сколько ему лет, он такой, ну, таких аристократических как бы повадок, но это все мнимо, это все мнимо, пока тебе не вцепится в горло этот аристократ. Габриэль классный, он очень много прожил вообще событий. У него очень много близких ушло, умерло. И сейчас он аккумулирует вокруг себя вот классное такое комьюнити, так сказать, сообщество своих вот единомышленников, которому и он хочет помочь. И вот эта тайна, которая открылась, это по типу Кода да Винчи, что у Христа было потомство. То есть в этом направлении движется сейчас история. Дальше ничего рассказывать не буду, буду кайфовать и продолжать читать дальше. Я думаю, я еще неделю буду читать. Ну, то есть у меня времени сейчас не слишком много. Если доченька пойдет в садик, конечно, я часа два в день смогу уделять только лишь империи вампиров, только ее читать. И я ее закончу очень быстро. Но, к сожалению, вот болезни и вообще у нас вот это время вносят свои коррективы у доченьки. Я не могу. Мне вот сейчас идти гулять надо. То бы я лежала, читала, если бы она была в саду. А мне нужно с ней погулять все-таки, сходить, потому что... Что здесь вообще такое? Здесь какая-то запрещенка. Здесь фотки какой-то запрещенки. Арты здесь невероятные. Давайте, в общем, об империи вампиров можно будет и на прямом эфире поболтать, но книга топ на высшую оценку однозначно. Надеюсь, концовка будет... И давайте я вам покажу две новинки, которые у меня есть. Во-первых, это вот такая красота. Автор Мария Баталова. Это звезды романтического фэнтези. Книга называется «Академия божественных жен». Вот так поближе. Поближе, смотрите. Я ее сейчас пока не распечатывала, потому что я хочу ее снять на СМР, как и вторую книгу тоже, пленочку снять, все такое длинненькое. СМР в Reels вам потом опубликовать. А значит, слушайте, что здесь написано. «Меня похитили, выдали замуж против воли, отправили в Академию на перевоспитание». Вот здесь долбанный Озон или, по-моему, Вайлдберрис наклеили. «Меня, современную...» «Кого современную?» «Самодостаточную девушку хотят...» «Хотят...» «Вот как там увидеть?» «В общем, в божественную жену превратить, наверное, моим мужем, кем женихом?» «Не вижу, оказался Бог». «И нам еще предстоит познакомить». И с этой книгой мы будем знакомиться с вами в ближайшее время. После того, как я напишу вам отзыв, сегодня постаралась написать на «Не преступление, но наказание». Я продолжаю также читать «Империю вампиров» активненько. И сниму пока вам распаковку, пока там развороты покажу. В общем, вот эта история. Ну, обложка потрясающая. Потрясающе, будем знакомиться. Я люблю фэнтези. Романтическая фэнтези вообще одна из моих любимых жанров. Хотя у меня все жанры любимые. Потому что нужно обязательно менять. Вот почему на меня такой эффект хоррор произвел? Потому что я не читала сто лет такое, не читала. И для меня это вообще как ушат холодной воды. И мне нужно срочно в какую-нибудь любовную историю переключиться. Так что читаем мы ее следом. И тот автор, о котором я вам говорила, которая книга мне пришла, это, естественно, Татьяна Никандрова. Я ее тоже вам покажу. Ее я буду читать после вот этой книги. То есть мы друг за другом. Потому что у меня там еще очередь из сотрудничеств. И мы не можем с вами затягивать. Здесь у нас тоже с вами такая любовная история. Более 500 тысяч прочтений. Я даже, знаете, что думаю? Я откладывала Евгения Онегина. Там тоненько, там в стихах же написано произведение. Я думаю, что я после Марии Баталовой быстренько прочту Евгения Онегина. Чтобы переключиться, что там любовная история, здесь любовная история, нужно чередовать. Я прочту, скорее всего, ее, чтобы потом уже знакомиться далее с историей Татьяны Никандровой. И, естественно, параллельно у меня «Империя вампиров», она никуда не ушла. Я продолжаю ее читать. И буду еще читать, читать, читать. Потому что слог у Кристофа там пушка, пушка невероятный. Я его даже приравниваю к классике, если не считать маты, которые там присутствуют в диалогах. Но вот здесь смотрим. Но обложка такая милота. Просто милота. Я в последнее время... Раньше я не любила такие рисованные обложки с рисованными лицами. А в последнее время почему-то мне это напоминает все, какую-то нейросеть. Вот что-то вот сейчас какие-то такие новинки выходят. И мне очень вообще прям по душе такие. И, конечно, это молодежная подростковая проза. Это даже книга не 18+. Здесь написано более 500 тысяч прочтений. История о парне. Он детдомовец. Человек без детства. И хулиган. Ну, плохой мальчик. У нас стандартный персонаж для подобных историй. Она дочь богатого бизнесмена, красавица и активистка естественных миры соприкасаются. Точнее, они, в принципе, никак не должны были соприкоснуться. Но происходит то, что происходит. Там должна быть любовь. Ну, посмотрим. Люблю... Ну, название. Люблю тебя врагам назло. Что здесь еще может быть? Кто-то такие... Они такие милые, такие классные. В общем, будем знакомиться. Потому что первая книга автора была очень горячей. И очень я ее советую до сих пор. И она в одном из моих самых высших топов. Наравне... Вот у меня две книги отечественных авторов. Наравне... В общем, это две книги. Вот они у меня прям... Я их обожаю у отечественных авторов. Это у Лены Сокол «Знаю, ты хочешь». И у Татьяны Никандровой «Никто не узнает». Вообще. Вообще. Обожаю их, эти книги. И героини, и героев. Они максимально живые. И максимально... Там такая любовь за гранью. Запретная любовь. Обожаю такую. В общем, будем вот... Вот эти две книги я вам показала. Мне идут еще новые книги. И новых авторов. И тех, с которыми я уже сотрудничала. В общем, все у нас с вами по работе забито. Просто уже на март... На март, да, я уже начинаю перекидывать книги. Потому что... И перед вами, естественно, я обязательства держу. То есть я чередую, естественно, жанры. Чтобы всем было интересно. Потому что меня смотрят не за то, что я читаю, как я об этом рассказываю. А рассказывать я могу обо всем на свете. О любых жанрах. Обо всех историях. Потому что я их читаю. Анализирую. И мы с вами все это обсуждаем. Так что пошла я делать фотографию книги. Вот я пропустила. Надо было сразу... Вот всегда себя ругаю. Говорю, перед чтением надо делать фотографию сразу. Чтобы потом ты сел просто писать отзыв. И у тебя уже она была. Вот как у меня с Анной Хуаной получилось. Вот налажал. Я оставила ее у мамы. А отзыв уже написан. И я не могу вам его опубликовать. Потому что я в рамках в этих своего... Индивидуального стиля оформления фото. Поэтому сейчас я быстренько сделаю. Либо мы сейчас сразу с дочкой пойдем гулять. Либо после того, как я отзыв напишу, и опубликую вам его вместе с эстетикой. Эстетику еще надо подготовить. В общем, посмотрим. Но сегодня отзыв будет готов. В общем... Вообще... Надо мысли собрать и все описать максимально эмоционально. Как оно у меня и прошло. Вообще вот так. Ну, давайте. Увидимся. Увидимся. Еще поболтаем о прочитанном. Надеюсь, на этой неделе с вами прямой эфирчик какой-то замутим. И я вам покажу наконец-таки уйму новых книг, которые я купила за прошедшее время. Они у меня все в шкафчике. Отдельно лежат. Специально для эфир.